Беловолосый Если ты пытаешься уговорить меня на свидание вечером, ничего из этого не выйдет Вечером? Невозможно! Для портрета необходим дневной свет Портрета? А как иначе? Твой портрет-анфас в полный рост на фоне лучшего пейзажа во всем Тусенте Попозируй мне! Само собой, за работу ты получишь достойную плату Ладно, но времени у меня немного Абсолютно, абсолютно! Мы лишь прогуляемся немного на холмы за городом Идеальный пейзаж станет достойнейшим обрамлением твоей нетривиальной физиономии Ну, двинулись Я только заберу из мастерской мольберты и подрамники Встретимся около полудня у западных ворот, недалеко от дворца Оттуда и отправимся Сверкала звезда синевой в небесах Что-то у меня в голове шумит Ну, я и в голове шумит И не позволю себе Встретимся Встретимся Продолжение следует... Свет сейчас неподходящий. Возвращайся около полу. Я пришел. Идем же. Мы как раз застанем самый лучший свет. У нас выйдет великолепная кьероскура. Пойдем. Чего не сделаешь ради искусства. Лучше поехали верхом. Так быстрее и удобнее. Моё полотно, горлица над соцветиями бурьяна, висит в княжеском дворце. Чучело, добытое во мной куролиско, висит там же. И не исключаю, что набили его соцветиями бурьяна. У меня когда-то была кисть из перьев куролиско. Лучшая кисть для темпера. Но я ее лишился. Кот стащил. На что коту кисть? Чтобы писать картины, разумеется. Я же говорю, великолепная была кисть. И дорогая. Кот пишет картин? Картины. Бездарную мазиню он пишет. Только и умеет, что копировать тех, кто талантливее его. И копирует, надо сказать, прескверно. Кот? Анри Детелус Ван Кот. Ничего странного, что ты о нем не слышал. Посредственность и наглесть. Не торопись. Дальше пойдем пешком. Милостивые господа, прошу прощения, что осмеливаюсь. Вы не видели поблизости набора кистей и красок? Евгения! Сдается, этот человек чего-то от нас хочет. О, краски и кисти. Я тут все приготовил. Со всей определенностью мы не видели здесь никаких ремесленных орудий. Что-то не так? Все не так. Не могу же я писать без красок. Это конец. Разве что ты их сумеешь отыскать. А с собой у тебя красок нет? И заменить их нечем? О, ты что, предлагаешь мне рисовать эскизы углем? Я же не дикий зверь. Ах, хрен с тобой. Говоришь, оставил их где-то здесь? Ровно на этом месте. У меня тут было все так дивно приготовлено. Может, с холма скатились? Ладно, поищу. Я считаю, что жизнь подражает искусству, а не наоборот. Пятно от краски воняет терпентином, как сто накеров. Следы ног четкие, но очень маленькие. Не четкие следы ног. Продолжение следует... Тут тоже капнула краска. Не четкие следы ног. Тут тоже капнула краска. Накер. Похоже, краски стащили именно они, но зачем? Да! Похоже, краски стащили! Экси- 9х, что! Товик-как. Во-ком-как. Продолжение следует, дону. Ой. А-каona, это в какой-то минуте. Что-то не сбываю. У меня нет еще. Какой-то же闓ить или бамбус. Ну вот и краски. Похоже, с ними ничего не случилось. Можно отнести их художнику. Твои вещи. Замечательно. А где они были? И это все, что ты нашел? Красок было больше. Нужно было лучше смотреть за своими вещами. До них добрались накеры. По следу краски я попал в их пещеру. Они нарисовали твоими красками фреску на скале. Что-то вроде батальной сцены. Это невозможно. Набрызгали на стену только и всего. Но ничего. Главное, основные цвета уцелели. Пойдем. Я пока ждал тебя, присмотрел получше холм. Нам фантастически повезло с погодой. И свет идеальный. Абсолютно. И долго ты собираешься творить шедевр? Часов шесть, не больше. Дольше солнца все равно не позволит. Но время пролетит незаметно. Поболтаем немного. В таком случае я приму эликсир. В литургическом сне время проходит действительно быстро. Болтать не обязательно. Нет, 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 нет. Необходима соответствующая поза и выражение лица. Живой проникновенный взгляд. Литургический сон исключается. Уверен? Ты мог бы назвать свое полотно «Ведьмак, лежащий без чувств в соцветиях бурьяна». Шутишь? Остроумный ведьмак. Отдохни. Ну что, пришли? Да. Замечательный вид, лучше некуда. Идеальный фон для нашего шедевра. И правда красиво. Интересно, почему сюда никто никогда не приходит. А пока подумай, в какой позе тебя увековечить. Ага. Подумаю. Так, отлично. Все готово, можем начинать. Ты уже придумал, как будешь позировать? Я буду сидеть на коне. Пусть плотва тоже будет увековечена. Великолепно, конь. Отличная мысль. Но я бы попросил тебя сесть на моего Александра. Он обучен позировать. Позже допишу какого-нибудь поверженного грифона. Блестяще. Значит так. Голова горда вверх. Грудь вперед. Бабки напряжены. Конь. Вы меня слышите? Скажите коню. Можем начинать? Или ты все-таки хочешь изменить позу? Начинай. Я дико извиняюсь. Сделай, пожалуйста, Сделай, пожалуйста, То самое выражение лица, Которое у тебя было, Когда я предложил тебе позировать. Этакая, знаешь, Гримаса Бешеного, брыкающегося муфлона. Отлично! Да! А теперь Не двигайся Вот так Долго еще продлиться Это рисование? Недолго, Совсем недолго. Мы все равно уже теряем свет. Прошу тебя, Не меняй положение головы! Постараюсь. А еще постараюсь запомнить, Что художникам верить нельзя. А! Грифон! Да, знаю. Ты его позже пририсуешь. Да нет же! Грифон! Беги! И спрячься! Ой, мамочка моя! А! 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 уже можно вылезать да тебе ничего не грозит теперь ясно почему сюда никто не приходит это охотничьи угодья грифона эта тварь меня насмерть перепугала ну не насмерть ты жив и в первую очередь потому что выбрал в модели ведьмака что с картиной цела но сейчас я ее показать не могу никогда не демонстрирую публике не оконченных работ можешь взглянуть на нее завтра в это же самое время она будет выставлена на рынке и огромное же бестия может и грифона запечатлений нет очень уж он изрублен ты прав тебе не к лицу мертвый грифон кровь у него какого-то неприятного оттенка хорошо мне этого хватит детали доработаю потом впрочем свет мы все равно упустили видишь уже темнеет вот твоя плата за позирование ну и благодарю за спасение спасая меня ты спас также и свой образ для грядущих так сказать потомков а и и Субтитры сделал DimaTorzok Осторожней! Осторожней! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Геральт, мой добрый друг, как тебе наша картина? Что скажешь, а? Не так я себе это представлял, и я прекрасно помню, что когда я позировал, на мне была одежда. Кстати, и другие мелочи изменились. Ну и что? Ведь я изобразил тебя в очень выгодном свете. Картина уже притягивает зрителя и возбуждает немало интереса. То-то я и вижу. Дам тебе совет на будущее. Предупреждай свои к намерениям. Следующая модель может быть не столь терпима. Жаль, что тебе не нравится. А не хотел бы ты купить у меня эту картину? И знаешь что? Я продам тебе ее по особой цене. Что скажешь? Почему бы и нет? Очень интересный сувенир. Хотя цену я бы не назвал доступной. Хо, понимаю. Видишь ли, мало кто сумеет оценить мою технику. А потому мне нередко приходится недоедать. Ну, так и быть. По крайней мере, только я смогу решать, кто его увидит. Субтитры сделал DimaTorzok